Мы работали, январь, февраль мы работали, и нас поставили на простой, нам обещали платить ежемесячно. Плачивать, ну пускай меньше, но выплачивать. Но денег, когда они будут? И хотя бы конкретно когда, и будут ли они вообще? Николай Чепилко много лет отработал в торговом доме «Дальневосточная птица», а сейчас стал безработным. Таких, как он, в заводском много, и все хотят знать, как жить дальше. И это хорошо понимают в городской администрации. В связи с тем, что возможно закрыть «Дальневосточные птицы» фабрики, освобождается очень много людей, которые могут оказаться за безработными. На встречу с жителями поселка вместе с главой Александром Авдеевым приехали депутаты Думы города Артема и законодательного собрания Приморского края. Мы прикладываем все свои усилия для того, чтобы предприятие сохранить. Мы понимаем, насколько оно важно для поселка, насколько оно важно для людей, которые здесь работают. И, с другой стороны, ситуация по-разному может сложиться. Мы, может, нам удастся сохранить, это будет здорово. Если какая-то будет история, и она будет тянуться, мы для этого и собрались сегодняшние встречи, чтобы сказать о том, что у нас есть возможности, куда можно трудоустроиться. Жителям Заводского тут же на месте были предложены вакансии на мясоперерабатывающем предприятии ВИК, а руководитель Центра занятости порекомендовала активнее заниматься поиском работы. Так, в Заводском тяжелая ситуация. Значит, надо где-то искать другую работу. У нас есть предприятие, вот, пожалуйста, доставка осуществляется. Другие люди же ездят и ищут работу, и находят ее, и работают. Депрессионно настроенных жителей Заводского понять можно. Им требуется работа с доставкой на дом. Обычная информационная встреча с населением переросла в бурные дебаты. Вот там, я хочу работать. У меня какие-то возможности, ресурсы у меня нет таких, как у молодежи, правильно? Вот. И взять меня, допустим, в столовую рабочих, хорошо. Но опять же, это дорога, и вот эти мои пенсии нынешние. Вопросы трудоустройства почему-то больше всего интересовали пенсионеров. Вы тоже хотите на работу строиться? Я уже не хочу. У меня два внука, я говорю, если без работы сейчас, мучаются. Именно поэтому и глава города, и депутаты предлагали всем вместе подумать над тем, как сделать так, чтобы не мучились внуки 90-летней бабушки. Когда ты вроде как с проблемой находишься один на один, вроде все сложно. Когда ты начинаешь разговаривать с людьми, вроде как получается, что проблему можно в принципе решить, потому что есть только гораздо худший ситуация, и это тоже имеет место быть. И тем не менее, большинство собравшихся остались недовольны итогами встречи. Многие надеялись услышать готовые рецепты улучшения качества жизни. И план, в котором будет расписан график погашения задолженности обанкротившегося предприятия. А глава города и депутаты рассчитывали на понимание со стороны жителей и совместные действия, направленные на выход из кризиса. Встреча тяжелая была. Но я считаю, что надо проводить такие встречи для того, чтобы была у людей возможность высказаться, чтобы мы их услышали, чтобы они нас услышали. Мы предложили в случае, если им очень сложная ситуация жизненная, мы предложили им рабочие места, мы предложили, где можно работать, какая заработная плата, какие их права. Вот для этого мы сюда приехали. Следующая информационная встреча с населением поселка Заводской состоится в июне. К этому времени вопросов скопится еще больше. И ответы наверняка будут разнообразнее. Александр Натойчев, Илья Тишкин, Светлана Нури. Городские новости.